Здравствуйте, меня зовут Виталий и сегодня я провожу вас по комнатам нашего села. Вернее, по общаге. А в ней уже комнаты. Это люкс-общага. Через несколько лет после ее открытия произошел трагический случай. Был пожар, поэтому сейчас здесь никого нет. Это здание заброшено. Поэтому проследуйте за мной. Будем показывать вас. Показывают нам наши люкс-омера. Итак, проследуем налево. Первая комната. Неправда ли уютный дизайн? Называется Рублей 2400. Наши лучшие архитекторы работали вешалками. Это все, что оборудовано в этой комнате. Ой, подумал. Но это задумано. Дальше. Это ничего интересного. Бывает не так интереснее. Смотрите, это украшения лично наших дизайнеров. Это такие идеи у них возникли. Кстати, есть художество и получше. Вот. Представляем. Это самое лучшее достижение наших художников-визажистов. А, вот еще одно. Оно даже лучше. Ну, что вам сказать. Оголенные резетки, которые вы можете наблюдать по всему зданию. Их можно не бояться. Можно даже притронуться. Здание обесточено уже несколько лет. Самое ценное, что есть, это цемент, который до сих пор никто не вынес. Вот загадка. Почему? Наверное, потому что очень тяжелый. Ну, следующая комната это шик. Трехспальная кровать. Смотрите. Какая красота. Цемент заменяет подушку. Смотрите, какая красота. Повнимательнее. Видите, паучок. Эта паутина уже тут давно. Дальше. Мусор, продукты, говно. Ну, все вместе сотворяет очень хороший интерьер. И такой прям дух насыщенный заброшенного здания. Ну, как вы видите, тут очень мягко. Знаете, я до сих пор удивляюсь, как это никто не поджег. Ну, спать здесь, конечно, никто не спит. Это просто для красоты. Дальше. Пройдем в следующую комнату. К сожалению, знаете, есть у нас такие мародеры, которые очень любят нашу общагу и разбирают ее буквально по кирпичику в поисках металла. Вот видите, осталась еще труба. Наверное, сегодня вещи она будет вынесена. Но, а в целом, не очень хорошо потрудились. Наверное, будут заливать цементом новый пол. Ну, что ж, проследуем на второй этаж нашего дома. Вы знаете, здесь очень оживленная картина. Побитые стекла, все очень хорошо. Посмотрите внимательно. Ну, а дальше наверху идут балконы. Оттуда очень красивый берег. Последуй. Ну, а теперь мы у достойной чести выйти на балкон. Очень просто и зайдем. Ну, что вам сказать, побитые стекла сообразуются по всему зданию. Но здесь это особенно красиво. Особенно, когда везде паутина. Это очень хорошо. Посмотрите, какой шикарный перезаж на все наше верное стекло. Очень красиво. Везде очень усыпано все перьем и стеклом. Перьем не знают, что ты сделаешь, но стекло понятно. Дальше. Самая интересная вещь в этом доме. Это чердак. Залезть на него, конечно, проблематично, но для вас я это сделаю. Так. К сожалению, это проблематично. Ах, мать. К сожалению, я залезть не смог, поэтому все чудеса верхнего этажа нам закрыты. Ну что ж, у нас еще много достопримечательностей в полете. И мы следуем дальше и должен вас предупредить. Наше общение встречается с жителями. Их трудно найти, но они имеются. Вот, смотрите, мы засекли. Это два наших очень хорошо знакомых. Там бомжа Миша и Вова. Они сейчас отзываются. Смотрите на их постановку. Они хозяева этого здания. И, походу, они не очень трезвые. Слушайте, это не лучшее время пока здесь находиться. Как ты свои пацаны ступите, а? Баби, ты бей, ты бей, ты бей, Ну, я не ступаю, а? Я не ступаю, я не ступаю. Я не ступаю, но в долгу попаюсь, потому что оно сумасшедло будет. На! На! Тихо! На! Ало! Ало! и закончились к сожалению ты снял тот сюжет? все ясно, ну короче мы с ними подружились уступили им бутылку водки теперь они наши друзья итак, как дом был проживания в нашей отчаянии после пожара? ну че, уже как? а когда был пожар? ну года два назад с тех пор туда живем а до пожара? проживали вы в нашей клубе? да нет, ты шо? на ферме с меня спусты а как вы встретились? на ферме а вы покажете нам ваши хоромы? я думаю они очень хорошо оборудованы хорошо, мы пройдем я паду ну хорошо, а как вы попадаете на чердак? мы не смогли туда забраться что имя пока? и пока а ну то у нас короче там у нас там раскрывушки стоять на одной раскрывушке сплю я на второй раскрывушке сплю я на второй раскрывушке спитвиньки а то эти раскрывушки чтоб все косо одеты ааа, понятно так, ну это не очень интересно нашим телезрителям кто тут пить их делать ну короче говоря ребята, вы нас улажаете? да пошли на а выиграл малышки для легков ааааа